Продолжает расти роль регионов в экономике Азербайджана. Созидательная работа на территории районов ведется в соответствии с госпрограммами социально-экономического развития. Основная задача – строительство и капитальный ремонт объектов социального значения, а также открытие новых рабочих мест. Благодустраиваются все регионы страны. Работы принимает лично президент Ильхам Алиев. На днях глава государства посетил северо-западный регион страны. По возвращению глава государства отдал дополнительные распоряжения, в частности, по возрождению традиционных отраслей сельского хозяйства. О развитии сельского хозяйства в регионах Азербайджана мы поговорим в прямом эфире с депутатом парламента Азербайджана, с профессором Руфатом Гулиевым. Здравствуйте, господин Гулиев. Спасибо, что нашли время и присоединились к нам сегодня. Сегодня стремительное развитие получают все регионы страны. В рамках диверсификации экономики в аграрный сектор вкладываются большие инвестиции, как со стороны государства, так и со стороны частного сектора. Как здесь правильно рассчитать все риски и вызовы? На какие сферы сельского хозяйства стоит делать акцент? Во-первых, спасибо большое, что вы пригласили. Во-вторых, я хочу сказать, что то, что сейчас происходит в Азербайджане, нельзя говорить, что это происходит в последние несколько лет. То есть я имею в виду ускоренное развитие ненефтяного сектора. То есть если мы посмотрим макроэкономические показатели Азербайджана за последние 12 лет, и по указанию господина президента на это отводилось очень большое внимание. И задачей было именно, чтобы темпы роста и темпы прироста ненефтяного сектора опережали темпы роста валового внутреннего продукта и всей экономики в целом. В связи с этим я хотел бы отметить, что развитие региона в Азербайджане последние несколько лет стало более актуальным. Почему? Потому что во всем мире происходит процесс урбанизации, когда люди стремятся поселиться или переселиться, скажем так, в центральные города. Первое, это легче найти работу. Второе, это, естественно, она более высокооплачиваемая. Третье, комфорт, это, так сказать, очагов таких цивилизаций, столиц, больших городов и так далее. Но, тем не менее, в Азербайджане путем решения проблемы развития регионов, вот смотрите, да, это поэтапное развитие, когда господин президент постоянно добивался того, чтобы уровень развития регионов максимально был приближен, значит, к уровню развития города Баку и больших городов. Здесь мы о чем говорим? Здесь мы говорим, во-первых, о том, чтобы, значит, вопросы, значит, инфраструктуры были такие же, как Баку, чтобы вопросы кадров можно было решать, чтобы не было проблем. И плюс предпринимательский климат, предпринимательский и инвестиционный климат. В данный момент огромное внимание уделяется, и вот мы видим постоянно, господин президент находит время, каждый месяц он в каком-то регионе проводит встречи. Очень большое внимание уделяется сельскому хозяйству. Сельскому хозяйству уделяется внимание, во-первых, это потому, что у нас не должно быть проблемы с продовольствием, это национальная продовольственная безопасность. Ввиду того, что у нас два порта для международной торговли, это Поти, Грузия и Бандарабас, Иран. Так, и оба, и этот регион находится в зоне риска международной политики. И поэтому мы должны быть готовы к тому, что Азербайджан в скором времени должен полностью обеспечить свою продовольственную безопасность. Значит, при этом в Азербайджане поставлены задачи по импортозамещению. То есть мы должны максимально быстро закрывать те поставки продовольствия, от которых мы до сих пор зависим. Плюс господин президент, значит, в первом, по итогам первого, значит, трех месяцев, в этом году он обратил особое внимание на том, что даже в составе производства, значит, продуктов, значит, продовольствия, должно быть удельный вес ингредиентов, и которые поставляются из-за границы, должен быть минимизирован. То есть это очень-очень интересная вот политика господина президента. То есть чтобы мы вообще не зависели от поставок, конечно, полностью сказать, что в ближайшее время все вопросы будут решиться, немножко тяжело, потому что в данном случае в Азербайджане сельское хозяйство развивается. Очень отрадно заметить, что за шесть месяцев у нас общий экспорт повысился на 36%, не нефтяной, это господин президент отмечал, не нефтяной 27%, а вот экспорт сельскохозяйственной продукции повысился аж на 40%. Я считаю, что в данном случае вопрос сейчас стоит о традиционных сельскохозяйственных культурах. Это виноградарство, шелкопрядство, это табачная индустрия, это и фундук, это и хлопок и так далее. Но здесь самое основное надо, чтобы мы и внутри использовали максимум, и на экспорт посылали как минимум продукт с добавленной стоимостью, то есть переработанный продукт. Это, во-первых, больше социальная сторона, больше рабочих мест будет создаваться, и во-вторых, это будет добавленная стоимость, приводит к росту прибыли при экспорте этих продукций. Я считаю, что в данный момент, как только в регионах повысится количество производимой продукции, актуальным станет вопрос ускоренного строения обрабатывающих фабрик в регионах. То есть это опять плюс. С чем это связано? Географически многие сельскохозяйственные продукты невозможно перевозить. Допустим, виноград это максимум 35-40 километров. И время, и расстояние. То же самое связано с помидорами, огурцами, овощами. Главная задача правительства это обеспечение продовольственной безопасности, снижение импорта и повышение экспорта. Вот ранее как раз вы говорили о строительстве предприятий, перерабатывающей промышленности. Что необходимо делать в этом направлении? Ну, я вам сказал, мы не должны думать о том, что пока в регионах нет достаточного количества сельскохозяйственной продукции, те предприятия, которые обрабатывают или перерабатывают и так далее, те же самые консервные промышленности, обрабатывающие, иные фабрики, они в основном будут дислоцироваться в городе Баку. Правда, в результате целенаправленной политики и господдержки открылось очень много предприятий. Но количество предприятий должно быть больше. А для этого надо, чтобы количество продукции, которые вырастают в регионах, должно быть настолько больше. Во-первых, автоматически будет падать себестоимость, и предприятиям будет выгодно открываться в этих регионах и использовать эту продукцию. И потом, вы знаете, мы часто требуем от государства решения всех проблем. В данном случае правительство государства решило глобальные проблемы в том, что создало достаточно хороший предпринимательский климат, инвестиционный климат, достаточные поддержки, поддержки, субсидии и так далее, там подобные выплаты, там, значит, по использованию земель, там, на каждый гектар и так далее. Я считаю, что сегодня слово за предпринимателями. То есть, они должны быть более агрессивны, в хорошем смысле это слово, более наступательны. Бизнес – это риск. Никто не говорит, что какой-то, никто не может дать гарантии, что любой бизнес на 100% закончится с прибыли. Сусловно. Да. То есть, это надо учитывать нашим предпринимателям. Здесь еще вопрос такой, я вам скажу. Наши крупные, скажем, мы уже гордимся нашими крупными транснациональными компаниями, это тот же самый Гилан Холдинг, это Паша Холдинг и так далее. Они открываются, Ата Холдинг, они открываются, строят, естественно, им легче, строят огромные предприятия, точнее, огромное количество предприятий в различных регионах. В частности, Гилан Холдинг буквально каждый год или несколько раз в год открывает предприятия, которые, так сказать, располагаются в регионах. Но, я скажу такую цифру, что, значит, ВВП любого европейского государства, в том числе Японии и Соединенных Штатов, удельный вес продукции и услуг, которые оказывает мелкий и средний бизнес, достигает 55-60%, даже в такой стране, как Япония, которая самая высококонцентрированная. То есть, обратите внимание, пока мы, конечно, такими процентами не можем похвастаться, но тенденции есть, тренды есть, изменения есть. И поэтому я всегда говорю, что фасадом азербайджанской экономики служат транснациональные компании, знаменитые, но в сути экономику должны создавать мелкие и средние предприятия. Благодарю, господин Гулиев, за интересную беседу. Спасибо, что нашли время в своем плотном графике ответить на наши вопросы. Спасибо вам всегда. Напомню, с депутатом парламента Азербайджана, с профессором Руфатом Гулиевым мы говорили о созидательной работе, которая проводится в регионах Азербайджана. Продолжение следует... Продолжение следует...